Всем здравствуйте! В этом видео я хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто с теплом и пониманием отзывался о моих садовых проделках и кто стал к этому неравнодушен. Дело в том, что 7 февраля исполнился год с того времени, как я выложила свое первое видео. Выйдет оно запозданием, потому что интернет у меня работает очень медленно и видео о том, как устроен мой зимний сад, например, загружалось 5 дней. Сколько будет это загружаться, неизвестно. За этот год на мой канал подписались аж 259 человек. Для меня это очень огромный результат, потому что... И не думала, что это может быть кому-то интересно, но надеялась, что где-то по миру есть хотя бы один человек, с которым можно будет поговорить. Дело в том, что несмотря на то, что я живу в России, а Россия это страна цветоводов и садоводов, поговорить мне о растениях, собственно, не с кем. И вот, создав свой канал, я надеялась найти хотя бы одного собеседника. Вообще, я была бы рада, если бы был хотя бы один, но вас целых 259 человек. Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо, ну и особенно, наверное, тем, кто оставляет свои очень такие теплые комментарии, которые поддерживают, которые вдохновляют. Особенно хочу сказать Ларе большое спасибо. Это человек, который стал мне другом, так сказать. Она интересуется не только садовой частью моей жизни, но и моей жизнью в целом. Она всегда поддерживает и готова, хоть и на большом расстоянии, но все же прийти на помощь. Ларе спасибо большое. Также Алина из Америки постоянно восхищение высказывает о моем зимнем саде. Сама при этом она живет в огромном доме, а дом это моя мечта. У нее очень много растений, они очень красивые. Также есть уличный сад, но она при этом бундряется восхищаться моим садом и говорит, что в хорошем смысле мне завидует и называет меня счастливым человеком. Все, конечно, познается в сравнении. Я ей в хорошем смысле завидую, считаю, что она очень счастливый человек. Ну что ж сказать, Алина, нам с вами есть к чему стремиться, глядя друг на друга. Спасибо еще раз вам огромное за ваши слова, за вашу поддержку. Да, как я уже говорила, что кто-то называет этот сад, ну, садом, как и я. Как-то же его надо называть, несмотря на то, что это не сад, это так просто концентрация, так скажем, всей живой природы в одной комнате. И вот Нина Агеева, первый человек, который назвал этот сад музеем. Нина, спасибо вам большое. Называли, конечно, и сад, и оранжерея, и даже теплица, но вот вы первая, кто назвал это помещение музеем. Мне просто не представляете, как приятно. Спасибо большое, музей живой природы. Ну, вот очень громко звучит, ну, раз есть такая вот ассоциация у человека, но она имеет место быть. Спасибо большое, Нина. Да, в одном из первых видео я сама по ходу повествования рассказывала потенциальным зрителям о том, что хотелось создать изначально японский сад, но очень привлекали под весны какие-то висячие, в общем, растения. И в итоге получилось нечто вроде висячих садов семирамиды. В некоторых последующих видео после этого я даже начинала свои видео с фразы «Добро пожаловать в мои сады семирамиды», но сама как-то чувствовала себя не очень уютно, потому что сады семирамида отличались своей грандиозностью, отличие от моих садов, и как-то это громко звучит. И к себе я посчитала это все-таки, надеюсь, пока неприемлемо. Но вот у некоторых людей тоже возникают такие ассоциации. У Наташи Евсеевой, например, или у Веры тоже такая ассоциация с висячими садами семирамиды. Девчонки, спасибо вам огромное. Ну а Светлана Кузнецова, она, как и я, отличается особой дотошностью и интересовалась, вот именно каким образом это все сконструировано, куда что к чему прикручено. И предыдущее видео о том, как устроен мой зимний сад, именно по ее просьбе, было снято при поддержке Кати Рок. Она тоже интересовалась, поддержала, так сказать, Светлану. И по их просьбе снято было это видео. Спасибо вам большое за живой такой неподдельный интерес. Кто-то считает, что у меня уже получилось нечто такое цельное и конструктивное, а кто-то, например, Мария Пелих считает, что они только в начале пути, создание нечто такого, что пока является у них либо мечтой, либо просто задумкой. Мария, желаю вам больших, желаю вам гармоничной реализации всех ваших задумок и желаний. И особенно хочу сказать большое спасибо тем, кто характеризует мой сад как место уютное. Этот эпитет, он какой-то особенный. Создать что-то красивое – это одно, а вот создать так, чтобы это красивое было еще и уютным – это другое. Чтобы сотворить нечто, что можно характеризовать как уютное, на это, как я считаю, нужен какой-то особенный талант. И судя по вашим характеристикам, такой талант у меня есть. Хотя бы, наверное, зачатки этого таланта, что ли. Спасибо вам большое. Очень всегда приятно читать ваши комментарии. Очень всегда приятно, что вы чем-то интересуетесь, что вы всегда поддерживаете и вдохновляете. И если я кому-то чем-то помогла, кого-то на что-то вдохновила, кому-то что-то подсказала, значит, действительно, я пришла в этот мир не зря. О чем я узнаю именно от вас, дорогие мои подписчики. Я за всю свою жизнь не слышала столько слов благодарности, столько вообще теплых и приятных слов, сколько я слышала их от вас.